Музыка Первый вид вот того этого женского аксессуара это ферриджет и второе чаршав. В нарративных источниках впервые вот именно этот национальный термин ферриджет встречается уже в конце 18 века. Это академическая работа, это работа Паласа 1793 года, который как раз зафиксировал, что крымские татарки одевают такой халат ферриджет из редко тканной материи, белой материи. И второй вид это значит чаршав, ну вот если говорить об этимологии этого слова, это второе значение, кроме покрывала белого, это еще значение просто простыни. То есть это было, если то была сшитая одежда, причем с рукавами сшитая одежда, то это было просто белый большой плат, который женщины накидывали на голову и просто в него, скажем, закутывались. Манера ношения Манера ношения была такая, что можно было, женщина могла просто прикрыть краешком этого плата себе нижнюю часть лица. Это было поливариантное такое ношение, когда еще и были лицевые такие вот платки, яшмах, которые назывались, которые могли быть или в комплекте, как скажем, с ферриджет, был в комплект с яшмахом, точно так же был в комплекте с чаршавом. Я должна сказать, что если чаршав, это, скажем так, примитивное, просто кусок ткани, причем он и размерами, да, и формой своей напоминает вот эту простыню, и это многие об этом говорят, из авторов, из очевидцев, которые об этом писали, то ферриджет уже могло быть как будничное, так и нарядное очень. Оно могло быть с вышивкой, с очень дорогой, с красивой, с золотой отделкой, да, это была нарядная одежда. Можно сказать, провести аналогию, если с современным костюмом, можно сказать, что ферриджет – это легкий плащ того времени. Девочка до 7 лет, она могла ходить без головного какого-то убора или с платочком. В 7 лет уже точно девочки повязывали платочек. В 14 лет она уже должна была носить покрывало. Это был период взросления. На самом деле, иначе быть не могло, безусловно. Женщины покрывались, потому что крымская ханса, мы знаем, с самого своего начала – это мусульманское государство. Безусловно, в мусульманском государстве придерживается только норм шариата. Иначе и быть не могло. Редактор субтитров А.Семкин